Пока дорогой Радий Фаритович нежится За бюджетный счет в солнечном Дубае Республику Башкортостан взбудоражила Дикая история, случившаяся в Иглино Неподалеку от Уфы Что на данный момент известно Из официальных источников и со слов очевидцев 20 апреля предприниматель Член общественного совета Иглинского района И председатель ассоциации лесопромышленников района Рауф Гавдулин Ехал по Иглино на своем замечательном автомобиле Toyota Land Cruiser И ему не понравилось поведение местных подростков В этот момент уважаемый человек Судя по всему посчитал, что смерды Недостаточно низко кланяются ему Не знаю точно как это было Но Рауф Гавдулин и его спутники Два сына боксера и некий богобоязненный Ислом Жестоко избили подростков Затащили его в этот крузак Причем затащили не только подростка Но еще и там девушку, которая с ними была Покатали, потом одного из подростков Выбросили во враг, другого еще раз Побили руками и ногами Ну в общем вот так вот отреагировал Этот депутат, кстати говоря Местного совета Рауф Гавдулин На недостаточное почтительное отношение Со стороны простонародья К нему, депутату, уважаемому человеку Который 20 апреля едет по Иглено На Тойоте Ланд Крузер Что в итоге? Подросток 17 лет Егор находится в больнице С сотрясением мозга Выбитыми зубами и многочисленными гематомами Тела и лица Он был очень агрессивно настроен Получается Он пошел на меня Я его говорю Попросил его о том, чтобы он Сел в машину, что он не в адекватном состоянии Он начал меня бить Я начал самообороняться Он начал показывать какие-то фотки нам Он с какими-то депутатами Вот, говорит, у меня связи много Начал прикрываться этим Говорит, что мне не жить По Иглено больше не смогу ходить спокойно после этого Не на того нарвался Начал по-всякому угрожать Говорит, давай, поехали к твоим родителям Мои сыновья также будут Приловать, убить, пинать Мои девушки тоже угрожали Возбуждено уголовное дело По статье 213 У Уголовного кодекса Российской Федерации Примечательно, что уголовное дело Возбуждено только 23 апреля Но уже взято на контроль Центральным аппаратом Следственного комитета Российской Федерации Как я уже и говорил Ко всему прочему Рауф Габдулин Оказался еще и муниципальным депутатом В статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации Есть такая фраза Вот то самое хулиганство Которое вменяется сейчас Габдулину Характеризуется следующим образом Цитирую Грубое нарушение общественного порядка Выражающее явное неуважение к обществу Конец цитаты Ну, пожалуй, что лучше и не скажешь Если задаваться целью Охарактеризовать действия Муниципального депутата Габдулина Сейчас Габдулин, два его сына И тот самый богобоязненный Ислом Арестованы до 22 июня И находятся в СИЗО Идет следствие По статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации Им грозит срок до 7 лет лишения свободы Чего мы от всей души Господину Габдулину и его подельникам Конечно же желаем Очень характерна Реакция главы Иглинского района Гузель Насыровой Она так рьяно кинулась защищать своего коллегу Депутата Габдулина Что сложилось впечатление, что она теряет Не просто коммерсанта, а спонсора А прямо-таки родного человека Близкого по духу и образу мышления Но тут, как говорится, без комментариев Промолчала бы, целее бы была Хотела бы прокомментировать ситуацию Которая произошла в субботу С избиением подростка Выгляну предпринимателем Рауфом Габдулиным Скажу вам честно Что сама была просто шокирована Данным случаем Материалы по данному инциденту Сейчас зарегистрированы Полиция и Следственный комитет Проводят проверку То, что произошло в Иголино, конечно, ужасно Когда взрослые люди С какой-то там боксерской подготовкой Прошлым, настоящим и будущим Покровителей бокса Вдруг накидываются на каких-то подростков Гуляющих по улицам Ну, пускай даже немножко непочтительно Себя ведущими с, понятное дело Уважаемым депутатом Накидываются на них И начинают их избивать До состояния того, что мы видим на фотографиях То есть вот Ребенок с выбитыми зубами Разбитым лицом Гематомами по всему телу Это, конечно, жутко Но это, как говорится Наверное, какая-то звериная сущность человека А вот понять И очень важно понять Как подобный инцидент Ну, или, вернее сказать Предполагаемое следствием Уголовное преступление Могло произойти Между представителем власти И тусующимися подростками Что сподвигло депутата Габдулина Отца пятерых детей, кстати И человека такого заметного В общественном поле Иглено Который там везде, значит, Мелькает во всяких программах Хабирова участвует Там Помогает там Всяким там Боксерским сообществам И так далее И так далее Что вот этого Габдулина Сподвигло устроить побоище Только ради утоления Собственных Уязвленных Каких-то моментов Самолюбия Причем уязвленных Ну, прямо скажем Детьми А все на самом деле просто Все дело в примерах старших В том, как Ведет себя на самом деле Власть в более высоких сферах В республике Башкортостан И как к этому относится Высшее руководство Республики Башкортостан Вот вам два примера И последствия этих примеров Азамат Абдрахманов Будучи мэром Ишимбая Разрушает лагерь Защитников Куштау Крушит палатки И нецензурно Излагает свои предложения Избирателям Что в итоге Назначен вице-премьером Правительство Благополучно труится В Уфе И ни за что не ответил Второй пример Рустем Авзалов Будучи мэром Сибая В лицо Называет горожан Экскрементами В итоге Что Наказан И порицаем Властями Да не боже мой Назначен министром Правительство Работает в Уфе И ни за что не ответил Хабиров не только Не осуждает Хамство И наглость Своих подчиненных Складывается впечатление Что он Это самое хамство И наглость Поощряет Ну и теперь Скажите на милость Почему бы Муниципальному депутату Иглинского района Рауфу Габдулину Не пойти по стопам Своих старших товарищей Может быть Рауф Габдулин Достоин большего Ну чем например Камера в СИЗО Где он сейчас коротает дни Со своими сыновьями И тем самым Богобоязненным Исломом Может быть Ради Фаритович По возвращении Солнечного Дубая Обратит свое внимание На Иглинское Вот это вот Чудо под названием Рауф Габдулин На это самое Как он выражается Духовитое дарование Ну и как говорится Признает таланты Рауфа Габдулина Ну и Мне кажется Нужно Ради Фаритовича Его помиловать Добиться его Как бы Полного прощения Никакой Значит Ему Ответственности Не вменять Ну и Например Сделать его Министром по делам Молодежи Хорошая идея Согласитесь Ну или хотя бы Министром бокса Потому что у нас В Башкирии По-моему уже Скоро появится Министерство бокса А то что Кадров у Хабирова Маловато Как известно Ну в последнее время Совсем уже мало То есть буквально Уж по Сусекам скребут Всю там еще Мбайскую родню Выгребли Так что пригодится Такой решительный И принципиальный мужик Как Рауф Габдулин Ну если конечно Следственный комитет Российской Федерации Не добьется того Чтобы ему все-таки Выписали там Несколько лет Тюремного заключения За то что он натворил В этом самом Иглино В любом случае Ждем окончания следствия Ждем суда Ждем приговора Хотя многие Уже начали Поговаривать о том Что у Габдулиных И их друга Ислома Того самого Богобоязненного Ислома Есть отличный вариант Например Повоевать на Специальной военной операции Где-нибудь в районе Складского хозяйства Азата солдата Барданова Ну чем не вариант Согласитесь 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 Согласитесь